Корейцы просто помешаны на уходе за собой и пластической хирургии. Именно поэтому наша эстетическая медицина так ценится за рубежом. В Южную Корею многие иностранцы приезжают именно с целью сделать пластическую операцию. Несомненно, наши клиенты хотят стать привлекательнее. Однако многие мужчины приходят к нам, чтобы изменить черты лица, а с ними и свою жизнь. Поднять бизнес на новый уровень, например. Они надеются, что это принесет им удачу и богатство. Согласно физиогномике, по верхней части лица можно судить о детстве человека, посредней — о молодых годах и нижней — о зрелости. Привет, меня зовут Пак Теха, я бьюти-блогер, веду канал о красоте для мужчин. Сейчас я делаю материал о связи пластической хирургии с физиогномикой. Я рассказываю об уходе за собой, поэтому меня часто спрашивают о пластике. Мне и самому стало интересно, как связана эстетическая медицина и физиогномика. Вы сделали операцию после того, как сходили на сеанс гадания по лицу? Да, после. То есть вы решились на операцию после встречи с физиогномистом? Эта операция изменила вашу жизнь? Да, несомненно. Как изменилась ваша жизнь? Люди теперь говорят, ты стал моложе, отлично выглядишь. Я стал более уверенным в себе. Вся моя жизнь изменилась к лучшему. То есть вы рекомендуете делать пластическую операцию, основываясь на физиогномике? Да, определенно. Своим друзьям я рекомендую делать именно так. Здравствуйте, Аджоси. Я вам звонил, я Пак Тэ Ха. Вы сможете прочитать по моему лицу мою судьбу, основываясь на физиогномике? У вас высокий лоб, это значит, у вас хорошие родители и ваше детство было счастливым. Ваши глаза, брови и нос, они говорят о молодых годах. Слегка округлые, но в целом все хорошо. А вот нижняя часть лица, годы от 34 до 60, зрелость. Тут все не так радужно. Поэтому в период молодости вам нужно заработать много денег, чтобы все компенсировать. Вам нужно жениться, пока вы еще молоды. Чтобы зрелые годы прошли счастливо, нужно найти партнера, который будет вам подходить. Я хочу кое-что спросить. Я хотел сделать ринопластику. Я слышал, что прямой и приплюснутый нос – плохой вариант для мужчины. Так и есть, но у вас есть горбинка, так что это почти на 100% идеальный вариант. Вам не нужно ничего менять. Спасибо большое. Не нужна вам операция. Я вас наслышан. Спасибо. Я слышал, вы и за границей работали? Да, в Сингапуре есть филиал нашей клиники. А еще в Шанхае и Индонезии. Иногда я езжу работать туда. Мы делаем операции, принимая во внимание физиогномику, улучшая ее. Мы не вступаем с ней в конфликт, а подчеркиваем ее. Гармония достижима. Операция может изменить жизнь человека, не только внешность. Девушки предпочитают тонкие, но не острые носы. Тонкие и прямые. Но мы не рекомендуем делать их такими. Красота в гармонии с физиогномикой подчеркивает индивидуальность. В долгосрочной перспективе пластическая операция может изменить жизнь человека, а не просто сделать его более привлекательным. Стандарты красоты в Корее со временем стали жестче. Из-за возросшего уровня жизни люди стали больше заботиться о том, как они выглядят. Они увидели, как эстетическая медицина может улучшить качество кожи и с ней, и внешность. А в результате сделать человека более уверенным в себе и успешным в карьере. Я думаю, дело тут не столько в физиогномике, сколько в уверенности в себе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова